Собака лучший друг человека. Если вы до сих пор не верите в это, возможно именно это видео вас переубедит. В сети можно найти много историй о том, как четвероногие друзья спасали взрослых людей от опасности и даже верной смерти. Но в этом видео мы расскажем вам о том, как собаки спасли детей. От спасения ребенка из рук злоумышленников, до спасения от огня ценой собственной жизни. С вами СмартПицца и сегодня мы расскажем вам о 10 невероятных собаках, которые спасли детей. Погнали! Спасение от кражи В Индианаполисе, США, проживает семья, которая недавно столкнулась с жуткими событиями, словно сошедшими со страниц триллера. Найоми была дома со своим трехмесячным сыном и разговаривала по телефону со своим мужем, который был на работе. Внезапно женщина услышала звон разбившегося стекла. Двое вооруженных грабителей, мужчина и женщина, ворвались в дом и потребовали у женщины денег. В случае, если бы они их не получили, грабители угрожали забрать ребенка. Но денег в доме не было и потому один из грабителей разозлился и схватил ребенка. А второй в этот момент ударил женщину рукоятью пистолета по голове. Женщина-грабитель с ребенком попыталась сбежать из дома через задний двор, однако путь ей преградил пес семьи – грозный серый питбуль. Грабителям пришлось бросить ребенка и бежать быстрее, а малыш благодаря псу оказался в безопасности. Спасение из машины В 2013 году в Атланте мужчина по имени Дэйв вместе со своим четырехлетним сыном и собакой-поводырем по кличке Саймон отправился на прогулку к местной школе. Мужчина был почти слепым и во всем полагался на своего верного пса породы боксер. В тот момент, когда все трое переходили дорогу, один из водителей не заметил стоп-сигнал светофора и на своем крайслере сбил собаку и самого Дэйва. Саймон, даже несмотря на то, что был тяжело ранен в аварии, нашел в себе силы подтянуться и оттолкнуть с проезжей части сына Дэйва. У Саймона была сломана нога, распорот бок и началось внутреннее кровотечение, но главной его задачей оставалось спасение ребенка. Боксер преодолел себя и проследил за прохожими, которые довели мальчика домой, где он оказался в безопасности. После этого боксера увезли на скорой ветеринарной помощи, но он, к сожалению, скончался по дороге. Дэйв же выжил, отделавшись несколькими переломами. Спасение из пожара Эта история одновременно грустная и поразительная. В американском городе Балтимор женщина вышла из дома буквально на минуту, чтобы проверить свою машину. Ее восьмимесячная дочь осталась внутри под охраной пса по имени Пола. Именно в этот момент дом загорелся. Женщина и ее соседи пытались попасть в дом и спасти ребенка, выбив двери и окна, однако дыма было слишком много. В дом можно было попасть всего на несколько секунд, после чего человек начинал страшно задыхаться и терять сознание. Женщина обожгла лицо и руки, надышалась дымом, но ребенка найти не смогла. Приехали пожарные и потушили огонь. То, что они нашли в сгоревшем доме, потрясло всех. Пола удалось спасти ребенка. Пес использовал собственное тело как щит от огня. И даже несмотря на то, что маленькая девочка получила ожоги лица и рук, она выжила в страшном пожаре. А вот Пола, совершивший настоящий подвиг, к сожалению, сделал это ценой собственной жизни. Спасение от няни Киллиан – помесь лабрадора и пастушьей собаки. В начале десятых у его хозяев родился сын по имени Финн, которому сейчас уже почти 10 лет. Родители решили в дневное время поручить ребенка няне, однако на нанятую женщину Киллиан постоянно реагировал агрессивно, рычал и скалился. В любом удобном случае он старался встать между ребенком и няней, словно защищая его. Няня прошла все необходимые проверки, но родители все равно решились на еще одну. Они оставили под диваном телефон с включенным диктофоном. Семья подозревала, что няня может грубо обращаться с собакой. Когда они прослушали запись, то поняли, что все намного хуже. Няня оскорбляла и била вовсе не собаку, а их сына. Родители немедленно отвезли сына в больницу на обследование, и, к счастью, он оказался абсолютно здоров. Но кто знает, что случилось бы, если бы Киллиан вовремя не начал подавать сигнал тревоги. Няня получила за свои выходки три года тюрьмы, а Киллиан начал тренироваться, чтобы стать помощником в службе психологического восстановления. Спасение из сушилки В 2018 году пятилетний мальчик Райли, как обычно, играл со своим псом Тедди в коридоре, где стояла сушилка для белья. В процессе игры мальчик решил забраться внутрь сушилки. Неожиданно дверца сушилки захлопнулась, и машина пришла в движение. Тедди понял, что его маленький хозяин в опасности, и сразу же побежал наверх, чтобы оповестить маму мальчика об опасности громким лаем. Мама немедленно бросилась за сыном, но мальчика уже заметил внутри машины его старший брат. Райли получил незначительные травмы, однако если бы не его пес Тедди, все могло бы закончиться гораздо печальнее. Тедди был награжден золотой медалью за отвагу при спасении хозяина от ветеринарной организации, которая занимается поощрением отважных животных. Спасение утопающего Наш следующий герой – черный лабрадор по кличке Медведь. Он спас детей своей хозяйки Патриции. Патриция играла вместе с детьми, среди которых был и Стэнли, которому на тот момент исполнилось всего 14 месяцев. Как и многие другие маленькие дети, Стэнли любил повсюду ходить за мамой. И когда Патриция отправилась в гараж, чтобы сложить туда садовые инструменты, мальчик, конечно же, пошел за ней, но внезапно исчез. Мама бросилась искать мальчика и нашла его плавающим лицом вниз в бассейне у дома. Стэнли был без сознания, но его лицо не было погружено в воду. И все благодаря медведю, который прыгнул в бассейн и затащил мальчика к себе на спину, чтобы удерживать его над поверхностью воды. Патриция немедленно достала сына из воды и отправилась в ближайший госпиталь. Однако по дороге туда Стэнли уже очнулся и, как выяснилось, был абсолютно здоров. Спасение от других собак Любой, у кого когда-либо был Джек Рассел Терьер, может подтвердить, что они походят на гигантских собак, запертых в крошечных телах, бесстрашные, энергичные и готовые на все. Эта храбрость подвигла девятилетнего терьера по имени Джордж сразиться с двумя неистывающими питбулями в Новой Зеландии. Джордж играл с группой детей, когда на них напали две собаки. Пес отважно защищал малышей, давая им время, чтобы убежать, но он явно был слабее двух питбулей. Небольшой терьер пережил нападение, но был так тяжело ранен, что его владелец был вынужден усыпить его. Джордж получил много наград за свою храбрость, включая пурпурное сердце от американского ветеринара Джерела Худмана, который был тронут его историей. Спасение от змеи Известно, что собаки очень верны своим хозяевам, даже если провели с ними совсем немного времени. Хороший пример – Доберман Пинчер из Австралии по кличке Хан. Пса взяли из приюта, и он вел себя примерно и спокойно, но однажды хозяйка Кэтрин Свилич заметила, что пес внезапно стал очень агрессивно настроен к полугодовалой дочери Шарлотте. Женщина испугалась и попыталась вмешаться. Хан толкнул девочку, она упала на землю, после чего пес схватил ребенка за подгузник и бросил в другое место, словно тряпичную куклу. Кэтрин побежала к Шарлотте и тут заметила нечто ужасное. На траве лежала огромная змея. Это был коричневый король – одна из самых ядовитых змей Австралии. К сожалению, в процессе спасательной операции змея успела укусить пса. Супруги тут же вызвали ветеринарную службу, медики дали собаке противоядие в надежде на чудо, ведь яд такой змеи способен убить взрослого человека за считанные минуты. Хан пережил тяжелую ночь в клинике, но, к счастью, вакцина подействовала и опасность миновала. После этого случая родители Шарлотты знают, что бы ни произошло с дочкой, какая бы опасность не поджидала ее. Верный пес Хан всегда выручит и будет рядом. Спасение от аварии Еще один пес-герой из нашего списка – Сако. Четырехлетний пастуший пес из Британской Колумбии в 2014 году тоже спас ребенка. В тот год 16-летний парень по имени Джозеф отправился на рыбалку со своей тетей, кузеном, другом и псом. По дороге домой машину снесло с дороги, она скатилась с обрыва, пролетев несколько десятков метров, и врезалась прямо в гущу лесного массива. Выжили только Джозеф и Сако, их выбросило из машины. Но помощи им пришлось ждать больше сорока часов. Когда Джозеф пришел в себя, он почти не мог двигаться из-за переломов и ушибов, но Сако смог дотащить парня до ближайшего источника пресной воды, а также отгонял ночами койотов, которых чуял еще на расстоянии. Все сорок часов он провел рядом с парнем, согревая и защищая его. Подвиг Сако стал известен прессе, и вскоре его наградили медалью и почетной табличке в Зале Славы Животных, чьи действия и отвага помогли сохранить жизнь их хозяевам. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!